Дагестан 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 Александр Дмитриевич, поэтому он сейчас стал почетным президентом Олимпийского комитета, он стал, еще больше будет помогать. Убирали ревизионную комиссию, убирали всех, кто будет возглавлять, кто, ну, по детальному этот, более где-то около 3 дня мы там были. Ну, значимость нам объясняли, было много встреч до этого, Олимпийский набережный, в других местах много встреч было. И хотят все это, вот это Олимпийское движение возвратить, хотят еще больше массовый спорт, больше людей занимались. Поэтому сейчас на международном уровне сталкиваются с большими проблемами спортсменов с допинг-контролем. Ну, прежде всего, наверное, допинг. Да, допинг. И вот Станислав Позняков, он первоочередной задачей для себя наметил борьбу именно с допингом в России. Да, поэтому это самая такая тема, поэтому те люди, которые спортсмены великие, вы же видели сейчас вот на Олимпийских играх, на чемпионатах, вот в мирах, из-за этого не допускают наших спортсменов. Они решили поэтому все это возобновить, чтобы это был чистый спорт. И я сам столкнулся с этим проблемой, когда готовился к Олимпийским играм, каким это нервы стоят, я сам это знаю. Поэтому хотят все это возродить, чтобы наши спортсмены занимались и меньше проблем было, чтобы на международном арене, чтобы все руководители Олимпийских, которые руководят республиками, чтобы они ездили на все соревнования, чтобы наладить связь с международным Олимпийским комитетом. Поэтому возродят вот этот детский спорт, без детского спорта, без массового спорта, профессиональный спорт тоже будет без резерва. Поэтому хотят с руководством федерации, министерством спорта, с этим общественным организмом и великим спортсменом, олимпийским чемпионом, чемпионом мира. Проблем у нас-то хватает, поэтому нужно все это правильное русло обращаться. Не так, чтобы выйти на площадь, там митинги делали, сейчас есть куда обращаться, к кому обращаться и по этапу, как этот вопрос решаться. Поэтому я думаю, я со своей стороны сделаю все возможное, чтобы это движение у нас возродилось, чтобы у нас еще много министерства спорта, руководителей, директора школы, многие ребята делают развитие спорта. То же самое нужно еще объединиться, еще усилий придавить, поэтому и в сельских местностях, и в районах, и в городах еще развивать спорт, потому что с каждым днем у нас увеличивается, спортивные объекты строятся, но массовый спорт, все это нужно, министерство спорта, конечно, все это не можно на себя взять, поэтому нужно спонсоров подключить, всех людей, которые... Вообще какие приоритетные задачи ставит перед собой Олимпийский комитет России? Вот под этой программой сейчас много проводятся разные турниры, фестивали, сейчас Олимпийский день начнется вот 1 июля по футболу, колобок называется турнир, там развитие сельских школ, команда готовится, поэтому на стадионе труда будут проводиться такие мероприятия. Еще будет очень массово много таких мероприятий будет проводиться к этому Олимпийский комитет, поэтому я вот только что вот уже столкнулся с этим, разговаривал, но перспективы очень большие, очень много программ, которые можно под федеральную программу все это пробиться, и республика у нас-то спортивная, и можно под эту программу правильнее подойти, и совместно с Министерством спорта, со всеми совместными федерациями, и я думаю, на более еще наши вопросы, где и что, я думаю... А вот первоочередные задачи, которые наметили в Олимпийском комитете, именно Дагестан? В Дагестане сейчас будут площадки готовить, разные футбольные поля будут где-то делать, будут помогать, и вот это спортивные площадки, где-то если посмотреть турниры разные по футболу, по борьбе, можно разные проекты сейчас будем готовить, что нам нужно, что нам надо, и что вот республике нужно, поэтому с этим предложением будем сейчас собираться, ездим в Москву, и дальше больше под этой программой, я думаю, можно много что пробиться, и дополнительно, я думаю, найдется люди, которые будут поддерживать этот спорт, потому что спорт без этого республика не может быть, поэтому у нас и молодежь перспективная, вы знаете, сколько, ну, каждый днем, я сам езжу, сколько школ в день, разные школы постоянно, у нас есть много ребят, которые ездят, пропагандуют здоровый образ жизни, духовно-нравственность, питание спортсменов, как вести себя, что нужно, поэтому, чтобы наш молодежь ориентировался на правильное русло, а только дети многие, когда растут, не знают, куда ориентироваться, и массовые впечатления, и когда в школах бывают сотни, тысячи детей бывают, которые фоткаться хотят, объясняют им, как нужно вести себя, чтобы, как достичь больших успехов, есть олимпийский чемпион, у нас чемпионы мира, у кого можно, достойные примеры для подражания, поэтому нужно все это возобновить, нужно еще создавать, нужно ездить по горам, здесь, и, наверное, развитие, прежде всего, детско-минушевского спорта и развитие командных видов спорта, олимпийских, да, чем Дагестан не особо блещет, это, наверное, и волейбол, и футбол. Да, тоже такие моменты есть, которые командные виды спорта, я думаю, сейчас, в ближайшее время, сейчас нужно все это опять-таки возобновить, еще у нас-то есть, ребята есть, но нужно создавать базу, нужно сборы провести, нужно это местности, сельских местностей, все это организовать, сейчас все это в запущенном состоянии, поэтому, ну, вот мы строим, все равно не хватает этих объектов, и каждый раз, думаем, строить там много объектов, практически полный зал детей и людей, которые хотят сейчас вот заниматься. Даже я посмотрел сейчас, многие клубы открыли, тренажерный зал, посмотрите, там тысячи-тысячи людей занимаются, которые даже, по-моему... Наверное, основная проблема для Дагестана, отсутствие залов и инфраструктуры для развития спорта. Ну, я вот сам как столкнулся, но здесь можно и много видов спорта развивать, и парусный спорт, ведь море рядом, плавание, там можно, я думаю, и хоккей можно развивать, потому что по телосложению, по нашим, по характеру нам очень подходит, но я был сейчас вот в Ингушетии, в других республиках Северной Осетии, но там столько детей ходит на этот хоккей, и в такие моменты... Уже процесс пошел. Процесс прошел. Я думаю, что в ближайшее время с руководством республики и нашим министерством спорта, федерациями и такой спортсменами все вместе объединиться, и это большой толчок к этому развитию спорта, импульс для того, чтобы все это развивать, потому что нужно это сделать, потому что сейчас вот необходимо, тем более сейчас Олимпийские игры, сейчас получается, в Японии получаются Олимпийские игры. В поле через два года? Да, через два года. Как вот следующий год уже предолимпийский год, нужно заранее уже готовиться, и один день, как она пролетает быстренько, поэтому нужно досконально готовиться к этому. А где будет базироваться Олимпийский комитет Дагестана, и кто войдет в ее состав? Я, на самом деле, сегодня был как раз таки, я только стал, скорее всего, в городе Каспийске, я буду где находиться, буду в зале спорткомплекса, где мой кабинет, это детская и юношеская спортивная школа, спорткомплексы, где я нахожусь в данный момент. Еще я письма, все, что нужно, министерство спорта, все, которые доходят, до меня сейчас вот доводят все письма, которые обращаются, разные прозвы, обращения, поэтому и федерациями, и совместно министерство спорта сейчас будем все это создавать, и чтобы это было, люди могли обращаться, чтобы мы могли, не так, чтобы на бумагах существовало, чтобы реально, чтобы мы это поддержали, чтобы она дала себя и показала результат. А вот ты буквально только заступил в должности, вот с какими проблемами ты уже столкнулся? Столкнулся вот с проблемами, у нас самое главное, знаешь, как проблемы, я посмотрел, нужно объединиться, каждый, если правильным руслом объединиться людей, не как, у нас же все виды спорта, все, вот, каждый вот работает в своем направлении, если это правильно объединиться, вот это все будет благо для нас, и проблема в том, чтобы все федерации, все, что связано, чтобы она была услышана руководством республики, чтобы она услышана руководство страны и Олимпийский комитет, нужно нам, просто надо правильно объединиться, и я думаю, все это дальше больше и даст большой положительный... А каким видам спорта будут отданы приоритеты, прежде всего? Олимпийские виды спорта, олимпийские виды спорта, ну, многие спортсмены видят, многие виды спорта, когда думают, оставляют, и она включается, в олимпийские программы многие входят, поэтому нужно все виды развивать, помните, там, тай-квондо были, другие виды спорта раньше, раз, кто мог подумать, чтобы они могут в олимпийский вид войти, И многие сейчас стараются разные виды сейчас входить в олимпийские. Поэтому надо все виды развивать. Я думаю, не должно быть в олимпийские другие виды спорта. Потому что рано или поздно некоторые ребята переходят друг к другу. Один футбол занимается, потом борьба переходит. Эти же спортсмены могут потом в волейбол играть. Поэтому дети, они разные виды спорта. А результаты можно показать совсем по-другому. Поэтому нужно все виды развивать и двигаться в этом направлении. То есть нужна системная работа, чтобы сплотить все виды спорта, федерации? Федерации нужно, да. Поэтому я всегда предлагал, как Шародинский район, население вырос, там все это знаю. Я знаю, что всегда говорю, если там не было бы развития, хотя бы элементарно тренировочного процесса, чтобы там два тренера работали, могли кем-нибудь, мы сами не знаем. Поэтому в горных районах, в горных местностях, я думаю, Сажид, Сажидов, Исагаджи, у нас, вот, Рашид Саддулая, многие ребята, которые выходят из разных районов, нужно там развивать. Потому что дети более крепкие, более физические сейчас. Прежде всего, инфраструктуру, наверное, развивать. Да, инфраструктуру, там теплую воду, в залах, чтобы было там тепло, могли дети заниматься. Поэтому многие переезжают в Махачкалу, все занимаются, поэтому и свежий воздух, и летом, и жарко. Поэтому нужно вот эту программу сеть и подумать, где можно развивать, где можно создать базу. Одна на берегу моря, другая в горах. И всегда я вот сторонник того, чтобы, мы же ездим в Донбай на сборы, вот, в горах. И это же можно все это в нашей базе сделать сейчас. Чтобы наши ребята не ездили, там огромные деньги стоят для того, чтобы там быть, 4-5 тысяч рублей в сутки стоят. Кто может там детские, юношеские, спортивные школы отправить, там оплатить по 100 тысяч рублей. Поэтому лучше все это нужно создавать для начальной стадии всей этой республики на берегу моря. У нас очень хватает базы, места, чтобы, я думаю, сейчас есть на берегу моря, там хотят, здесь будут. Чем больше, тем лучше. Потому что у нас молодежь, единоборства хватает. Нужно все это развивать. Ну а о развитии детско-юношеского спорта в горной местности мы поговорим после короткой рекламы. Не переключайтесь. Напомню, сегодня мы говорим о создании в Дагестане общественной организации Олимпийский комитет Республики Дагестан. У нас в гостях ее руководитель Кура Магомед Кура Магомедов, заслуженный мастер спорта, пятикратный чемпион Европы, чемпион мира, директор детско-юношеской спортшколы имени Кура Магомеда Кура Магомедова города Каспийска. Для того, чтобы развивать детско-юношеский спорт в горной местности, какие первоочередные задачи? Первое, очередная задача, чтобы элементарно в залах, чтобы было тепло, чтобы могли тренироваться, чтобы... Ну, прежде всего, наверное, чтобы были эти залы. Да, чтобы эти залы были. Залы-то где-то есть. Если даже есть, я сам по себе знаю, в нашем районе, селе, где я нахожусь, ну, практически зимой невозможно там находиться, там электрическая проблема бывает, там с теплом. Поэтому нужно все это делать. Ну, я не говорю, чтобы большие, огромные деньги вложить. То, что есть, хотя бы, если правильное русло, не сокращать можно, но если глава администрации, если бизнесмена с этого села, района включится к этому моменту, я думаю, все это можно создавать, потому что, чтобы эти ребята не уезжали в город. Можно даже... Был вот недавно в своем месте, в лагере, где детство проходило у меня, смотрю, вот буквально три дня назад был, все в таком состоянии, разрушенном, в таком состоянии... Запущенном. Запущенном, потому что... Вот как только приехал, я вот вспомнил свое детство, как мы там ходили по ходу, тренировались, там... В твои годы условий было, наверное, еще меньше? Еще меньше было, но такое, значит, людей... Сейчас люди более привыкли более к теплой воде, более к таким условиям привыкли люди, поэтому хотят более условий там. Поэтому, я думаю, сейчас надо вот все это возродить. Есть, конечно, много лагеря есть, но все равно, если так, подоценно, у нас молодое же огромное количество людей, которые хотят, что на местах все это было. И в ворной местности все это можно создавать без больших усилий. Но если там развить, потом дальше в Гунибе, дальше в предгорные районы, дальше в министерство, которое находится в раку Махачкалы, вот в Ленинке, другие места, где есть сметана, где есть сыр, где есть свежий воздух, но потом уже они поступают в город Махачкалу, и поступают в разные вузы, в вузы, и вот такое заселение, с гор, оттуда, и дальше наша республика представляет Москву. И вот если вот этот приемственность будет, я думаю, а так по местам где-то она работать не будет, конечно, какое-то количество будет чемпионов, она бах, может, ничего бы не будет, если резерв не подготовит к этому, потому что все это нужно создавать на местах, и чтобы она десятилетиями, чтобы она шла. Ну, а думаю, наверное, трудно будет нести эту лямку, это тяжелая работа руководителя Олимпийским комитетом. Кто войдет в состав, и кого ты уже наметил, свои помощники? Помощники я буду напрямую работать сейчас, вот та работа, которая с федерациями, которая создана уже десятилетиями, с ним буду... Федерациями видов спорта? Да, все виды федерации видов спорта, министерства спорта, и будут помощники, которые дальше будем реализовать. Поэтому новый создавать у нас, как у нас новый велосипед придумывать не будем, то, что у нас есть, объединиться, и правильный русский работа, это все движение. Поэтому я со своей стороны, только то, что мы делаем работу, нужно все это более усиленно относиться, и более искренне к этой работе относиться, и все у нас получится. Ну, далеко не будем, наверное, ходить. Вот твоя детская и юношеская спортшкола города Каспийска, какие виды спорта там, и как она развивается сейчас, какие успехи вообще? На самом деле, когда вот школа была под компанией Россети, у нас в начале только открывалось, потом сейчас, видите, уже у нас база есть, в которой мы, и спорткомплекс там, где борцовский зал, где позволяет. Ну, в нашем школе уже шести виды спорта, вольная борьба, теннис, настольный, армспорт, футбол, минифутбол, все это позволяет на спорткомплексе. Поэтому, то, что вот сейчас база у нас там есть, недалеко море находится, место расположения хорошее, удобное расположение, просто там у нас не хватает, было бы место в городе Каспийске, что общежитие, место, где жит разных регионов. В городе Каспийске в самом нет ни одного интерната, для того, чтобы ребята могли с гор приехать учиться и тренироваться, все вместе не могут. Поэтому, основу они уезжают в Махач. Есть интернат по футболу. Да, да, но там тоже небольшое количество, она чисто по футболу. Поэтому, вот, сейчас вот приезжал к нам, после чемпионата Европы, приезжал же к нам Павел Анатольевич Колобков, министер спорта России. Ему очень понравилась наша база, и чтобы развивать детский и юношеский спорт, там можно и футбольное поле, там, и зимой можно у нас играть, там зимой, когда холодно на улице, борцовский зал, там можно и бассейн, там можно и гостиница, училище Олимпийского резерва. Можно, если захотеть, если это все двигаться, она может все это создавать. Есть сейчас новые чемпионы у нас, разные ребята, молодежь растет. Вот уже 4-5-6 лет, уже потихоньку мы набираем обороты. Зал полный, зал детей, около 500-700 детей, сейчас у нас не по бумагам, а с 8, 10, 12, до 3, до 5, поэтому целый день заняты ребятами. Ну, будем работать, двигаться, но хватает своих проблем, хватает. Мы, иногда, зайдя в зал, видя ребят, иногда думаешь, все это оставить. Иногда, потом разные мысли приходят, как только в зал заходишь, видишь тысячи детей, когда тебе вот верят, они... Все ненужные мысли улетучиваются. Да, улетучиваются, и ты дальше идешь, передвигаешься по кабинетам людей, и все, в конечном счете, она стоит этого дела, потому что тысячи детей, где-то поддержка, где-то зал, где-то тренироваться, я сам прошелся, все это, видел, что многие говорят, кроме того, зачем тебе это детский спорт, это школа, нужно лучше где-то устроиться на работу и спокойно заниматься своим делом. Ну, все вышло мне так угодно было, видимо, потому что я сам люблю это дело, искренне, потому что люблю детей, люблю эту работу, потому что я получаю оттуда удовольствие и искренне получаю, и хочу, чтобы этот детский спорт. И турнир я вот как раз таки уже восемь раз мы проводили, и до этого я был всегда сторонником... Турнир по вольной борьбе? По вольной борьбе международной. Кстати, почему не провели в прошлом году и планируете провести в этом? Мы вот, я же всегда сторонником, до этого мы проводили четыре года ее в Карл-Анюрте, я, когда у нас школа там была, еще была, потом здесь в Махачкале пару годов, здесь были уже семь-восемь раз под эгидой Россети мы это проводили, сейчас руководитель Россети поменялся, здесь руководитель поменялся, республика, поэтому мы думаем, под эгидой все это сделать, и, конечно, в этом году хотим, многие говорят, зимой холодно бывает, можно передвигать летом, поэтому сейчас в ближайшее время определимся, как сделать, и дадим знать, потому что этот турнир, я хочу, чтобы не такой, я себе рекламой никогда не занимался, я хочу, чтобы вот в этом турнире уже 28-27 регионов, республика проезжает, 7-8 стран приезжает, детский массовый спорт, развитий регион, туризм, братство, дружба, вот как раз таки этот турнир начинается. Много ребят прошло через этот турнир. Да, и эти ребята сейчас становились чемпионом мира, олимпийские уже. Даже Абдул-Рашид Садбла в свое время боролся на турнире. Да, поэтому Кудья Магомедов, Абдул-Рашид Садбла, Многие ребята, которые сейчас в России, в Северной Осетии, многие, которые там стали чемпионом, сейчас приезжают, они все уже знают, что это республика, о нас, о нашем гостеприимстве, поэтому с таких детских турниров нужно объединять, и потом у нас будет. Ну и хорошие результаты, лично вот из твоей школы вышли такие борцы, как известные чемпионы Европы, двукратные уже Гаджимурад Рашидов, кстати, он готовится, наверное, к чемпионату России, как проходит подготовка? Сейчас сборы находятся в городе Кисловодске, там на базе находятся, поэтому следующий сбор, ну в основном, каждая республика, каждый регион у себя проводит свои сборы, подготовка к чемпионату России, к миру подготовка, уже общий сбор бывает. Я думаю, сейчас главное, чтобы травмы не были к чемпионату России, их не отвлекать, подготовиться, сгонка веса, я думаю, сейчас вот этот темп, который идет, главное, чтобы не травмироваться и не сбиться с пути. Основное, я думаю, все есть у него, и другие ребята наши, достойные ребята. Кто, кроме Гаджимурада Рашидова, примет участие в чемпионате России? В чемпионате России у нас еще есть Шамильев, брат, который будет участвовать на этом турнире, еще молодые ребята есть, которые подходят, думаем, сейчас пустить, не пустить, но все равно, вы знаете, как там сложно сейчас будет к допуску, потому что слишком много участников не допустят, потому что допустят только тех, имеется в виду, ребят, которые себя уже показали на молодежном, на чемпионате Европы, мира, потому что всех допустят, я думаю, там... Но в любом случае конкуренция будет, как всегда, запредельная. Запредельная, да. Поэтому, я думаю, достойно себя покажут, наши ребята, я думаю, на чемпионат России, потому что уже предолимпийский год и очень ответственность большая, тем более, это будет в Сочи проходить, я думаю, отсюда большая делегация поедет, поддержат наших спортсменов. Опять-таки, ну, чемпионат Европы себя показало, что достойно себя провели и нужно еще, какие-то ошибки были, надо исправлять, и я думаю, в конце минутной, там, 10-секундной ошибки, я думаю, ребята еще большой урок получили. Ну, в общем, все говорят, что чемпионат Европы мы провели на высоком уровне. На самом деле, игр все довольны были, но единственное, конечно, в связи с тем, что слишком безопасность мы соблюдали, в трибунах еще меньше людей было, но, конечно, это ближе к борьбе полного зала были, но все равно безопасность тоже очень нужна, поэтому, чтобы попасть, очень сложно было там, я думаю, это и те ошибки, с каждым днем мы же исправляемся, поэтому будем исправлять, будем идти вперед, будем двигаться, что у нас еще было. Ты являешься еще и федеральным послом ГТО в Республике Дагестан. Какие функции ты выполняешь на этом посту? Я вот практически постоянно с одним трудом сдаем форму ГТО, и я стараюсь то, что я делаю, пропагандировать массовый спорт, люди, чтобы не все профессионально, не все же становятся, можно с этих массового спорта профессионально становиться спортсмена, и вот я посмотрел на этих участников, которые сдали золотые значки, которые выиграли, золо-серебрые, другие, настолько они вот верят, большой спорт, многие тренеры заверяют с этих мест, потому что они себя там проявляют, и здоровый образ жизни, что начинают люди зарядки делать, знают соскучились по массовым видам спорта, по массовым видам спорта, поэтому вот это обязанность, которую нужно главу администрации, нужно подключиться в каждом районе, в каждом селе, чтобы люди знали, что это престижно, что это нужно, чтобы не так, чтобы в каждом зарядке делали дети, поэтому есть привилегии, много баллов добавляется, ЕГИ, там можно все это массовые привилегии, есть, которые все это досконально довести до людей, до студентов, которые будут заинтересовать их, заинтересовать, объяснять на местах, в главах, районах, селах, здесь, где бы находились, нужно все это на двух, на меня или нам несколько человек, которые работают в этом направлении, она не оставляет, нужна вся республика, все вместе, я вот как раз таки, вот это хотел к мыслям, чтобы все это до детей довести, чтобы из школьных скамеек, чтобы нужно их объяснять, что это нужно, чтобы для здоровья, для тех, ребят, посмотрите, которые себя делают зарядку, поводить, дисциплинирование, на любых, не будет тот парень, который психологически, духовно, морально, если он правильный русско воспитает, его же ни один, не будет каких-то направлений сдвигать, поэтому нужно приучить детей к труду, вот самое главное, приобщить к спорту, вот там же не только спорт, это не означает, что его можно проходу много учить, его же характер, его старше, младше, там же целый, даже ребенок, если дома мне слушается, о зале, посмотрите, там будет слушаться своих тренеров, старших, с кого премьер, брат, вот это очень нужно, потому что дома ты сам ничего не сможешь его воспитать правильный русско, оно дает большой импульс, отдачу, отдачу, потому что нужно это развивать. Ну, спасибо, что пришел, ответил на наши вопросы, удачной работы и, конечно, хороших помощников, потому что одному будет трудно справиться, наверное, с такой огромной работой, особенно у нас в Дагестане. Спасибо вам большое, будем работать, будем двигаться. Напомню, сегодня мы говорили о создании в Дагестане общественной организации Олимпийский компетент Республики Дагестан, у нас в гостях был Кура Магомед, Кура Магомедов, ее руководитель, заслуженный мастер спорта, пятикратный чемпион Европы, чемпион мира и директор детской инушерской спортшколы города Каспийска. С вами был Гаджим Радзеудинов, всего доброго, увидимся через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова